Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Смотришь иногда по телевидению, сколько ребят на колясах, без ног, без рук, и они танцуют красиво и поют. Тут тоже такие же люди, как и все мы, которые в этом мире. Они ничем не отличаются. Пример мужества, вызов общества, движение вперед, без права на жалость. Эти дети никогда не сдаются. Барьеры и ограничения просто уходят на фоне их силы и характера. Надо работать. Надо добиваться успехов в будущем. Они верят в свое большое будущее, но больше всего хотят, чтобы поверили в них. Это страшно, мне кажется. Знать, что ты никому не нужен, так нельзя. Надо верить. Верить людям, которые около тебя. Стремление расти, добиваться успехов, становиться лучше – это про них. Полная самоотдача и постоянная работа над собой. Не надо сдаваться, надо это делать заново. И с каких пор может получиться. Их улыбки ставят точку на вопросах о диагнозе. Все в прошлом. Сегодня важно уверенно идти, не оглядываясь назад. В душе действительно такие хорошие эмоции рождаются. Хочется помочь, хочется что-то сделать для людей. Хочется, ребята, что-то сделать за вас, для того, чтобы вы поверили в свои силы, для того, чтобы вы поверили в свою страну, в свое руководство, в нашего президента. Вы знаете, в каждом из нас скрыт огромный потенциал. И у всех вас есть действительно такая возможность стать настоящим человеком, проявить свои лучшие качества. Я считаю, что подобные мероприятия, подобные конкурсы позволят создать такую здоровую конкуренцию, здоровую мотивацию, выявить лучших из вас, но остальным подтягиваться к лучшим. Преград нет, и жизнь продолжается, когда есть вера и сила изменить свою историю. Каждая новая победа – доказательство силы души и полное отрицание каких-либо преград. Они смогли, преодолели и стали первыми. Они смогли, сможете и вы. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь снать. Просто понять. Главный концертный зал Симферополя наполнен особой теплотой. Премия общественного признания во второй раз собирают сотни людей из разных уголков полуострова, чтобы убедиться – для мечты нет преград. 26 лауреатов, ребята, которых принято говорить, не такие, как все. И правда. Талант, целеустремленность, настойчивость и доброта – этими качествами не всегда похвастается здоровый человек. Но среди детей с ограниченными возможностями – такой каждый первый. Мы гордимся вами. Вы должны знать, что вы нам нужны. Вы нужны Крыму, вы нужны нашей России. Поэтому без вас мы не сможем построить действительно такое общество, которое будет основано на справедливости, на чувстве уважения и любви к друг другу. Поэтому хотим, чтобы вы были вовлечены в процесс и готовы помогать вам двумя руками. 9-летняя Ангелина – лауреат премии. Девочка, хоть и прикована к инвалидному креслу, но живет полноценной жизнью, подает большие надежды. Отличительная черта таких детей – они стараются быть самостоятельными. Редко просят о помощи, только если совета. И никогда не жалуются. У меня в жизни не было трудностей по камень. Я учусь в школе. У меня очень много кружков. Я учусь на рисование, на пение, на художество, на творчество. У меня хорошие, преданные друзья. Я делала работы на выставке из квиринга, делала лепки. Я делаю сама. Иногда мы ходим на кружки вместе с классом. Она учится у нас в обычном классе с детками. Это очень помогает. Это у нас не первая награда. Она у нас отличница. Все сама делает, старается. У особых детей особые мамы всегда помогут и подскажут, ведь они обладают безмерной родительской верой. С такой поддержкой дети порой делают то, что кажется недостижимым, а диагноз становится лишь медицинским термином. Наша организация очень хотела отметить мам, на которых, наверное, держится весь наш мир. И сегодняшние мамы, мамы особенных деток, они, кроме того, что преодолевают собственные трудности, они находят в себе силы вести за собой других, помогать другим мамам. И наша организация выбрала несколько человек в этом году. Это Нестеренко Вероника, Галина Клиненко, Бернадская Алла и Егора Рубьев. Я приглашаю вас в виде бога. Эти сильные женщины не только успевают развивать своих детей и поддерживать теплый семейный очаг, они создают благотворительные организации, защищают права ребят с инвалидностью, организовывают акции в поддержку инклюзивного образования и делают все для того, чтобы таких детей не бросали. Они ставят глобальные вопросы, они обращаются к власти, они организуют организации внутри детей-аутистов, деток с ДЦП. То есть это общественные деятели, можно так сказать, мамы, которые имеют таких сложных, особенных деток. В Крыму около 6 тысяч детей с ограниченными физическими возможностями. Чтобы стать полноценными членами общества, им жизненно необходим особый подход, особое внимание. Люди знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. Доступная среда на полуострове уже действует, теперь главная задача – совершенствовать ее. Правительство Республики Крым будет делать все возможное, чтобы создать для этих людей все условия. Ну, еще раз говорю, площадки такие необходимы, острые. Я буду поддерживать не только с точки зрения работы в области культуры, а и в том числе в различных образовательных программах, принятие участия в различных конкурсах, в том числе и связанных с государственным управлением. Поэтому будем ребят привлекать полностью по всем направлениям. С них пример вообще надо брать, да, когда здоровые люди жалуются на какие-то проблемы бытовые. Вы знаете, все познается в сравнении, надо только понять, как чувствуют себя эти дети. Ну, это дорогого стоит, мы с них пример должны брать, я считаю. Быть услышанными – желание, которое исполняет премиум. Она помогает ребятам поверить в себя, в свои безграничные силы. В следующем году на эту сцену выйдут уже другие лауреаты, чтобы снова доказать всем – преград нет.